Всем здравствуйте! Меня зовут Ирина, город Санкт-Петербург. Сегодня я хочу приготовить рисовые беточки с тунцом. Для этого понадобится рис, 80 грамм риса. Я отварила почти до готовности. Немного охладила, чтобы, знаете, возможно было руками все это вымесить и сформировать беточки. Далее яйцо куриное, одно штука. Далее сыр твердый сортов 100 грамм. Далее лук зеленый 30 грамм. Здесь лук 30 грамм. Но что-то, знаете, как-то мне показалось, что много. И еще я решила укропчик. Укропчик мы любим, поэтому добавила также укроп. Дальше масло растительное, но я так поняла, это для жарки. Соль по вкусу, но больше я солить не буду, так как я рис посолила. Рыба, сам тунец баночный, он соленый, поэтому больше я солить не буду. Но вы уже смотрите сами, если решите такое приготовить. Дальше тунец в собственном соку, одна банка. У меня 240 грамм в банке. Вот тунец натуральный, просто показываю, что именно у меня. Это у нас рецепты моря. Вот сейчас покажу, как этот тунец выглядит. Значит, выложила рис. К этому надо зеленый лук и укропчик. Сейчас я весь укропчик выложу. Вот с луком зеленым, что-то, знаете, кажется мне многовато. Я не буду его весь выкладывать. Посмотрю так, как вы знаете, все-таки один лук есть. Не знаю, может быть это были, кто, рецепт писал у любителей лука. Так, затем сюда мелко, то есть сыр, натертый на мелкой терке. Видите, он такой меленький. Не, 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 нет, нет. Я же решила это сделать половину. Где, знаете, вот я смотрю по всему вот этому. Посмотрите, сколько сыра. Здесь у меня 45 граммов. Так они хотят 100 граммов. Мне кажется, это много. Высыплю я вот так. То есть у меня, как бы я, 50, не 100, а 50. И меньше зеленого лука. Значит, сюда добавить яйцо. Затем надо тунец разобрать и размять вилкой. Так размяла тунец и добавляю к основной смеси. Все это сейчас я хорошенько вымешу. И буду делать, формировать беточки. И обжаривать. Сформировала беточки, теперь я их обжариваю. Сделала котлетки. Вот они, уже с гарнирчиком. Так, попробуем. Они у меня уже остыли хорошо. Знаете, могу сказать, что котлета немножко, вот лично для меня, перестоленная. Потому что, получается, я не солила. Получается, самая рыба тунец, сама по себе соленая. Плюс сказано было, что посолить рис, но рис я опять же немножко посолила. Значит, в следующий раз я рис солить не буду. И по моему вкусу, в следующий раз я добавлю больше, больше риса. Вот такие котлетки получились. Ну, ничего, знаете, оригинально что-то, если вот вы не едите мясо, то это также, соответственно, прекрасный выход. Все, на этом все. Спасибо всем за внимание. Спасибо, что зашли на мой канал. Огромное спасибо тем, кто подписался, кто со мной давно пишет комментарии. Большое-большое вам спасибо. Хочу пожелать вам счастья в личной семейной жизни, что все-все у вас было замечательно и хорошо. Исполнение желаний вам во благо. Ангела-хранителя вам и вашим близким. Крепкого-крепкого-крепкого-крепкого здоровья, удачи, успеха во всем. Ну и берегите своих близких, мам, пап, бабушек, дедушек, деток. Воспитывайте. Не давите их своим авторитетом. Ну и мирного неба над головой, дружбы между народами, уважения, взаимопониманиями, между разными верами и исповеданиями. Всех до новых встреч. До свидания. Я решила сделать еще раз котлеты, но уже по своему вкусу. Значит, я добавила, у меня получилось две банки тунца по 250 грамм, риса где-то 200-250 грамм. Ну вот, я посолила, потому что тунец не такой был соленый. И к тому же риса больше добавила лука зеленого, яйцо, укропа. Вот, видите, какие котлетки, какие они получили, сейчас попробую. Вот такие вот. Мне кажется, и попробовала я, вкусненькие. Вот такой тунец, куски натуральные, 80 рублей стоит в спаре. Хороший тунец. И не надо.